Телеканал КРТ представляет. В кошмарном сне себе тогда не мог предположить, что Россия развяжет войну на территории моего государства. Ну если получается, что Украина меняет свой вектор, меняет нейтральный статус, идет в сторону Европы. Это не дает никакого ни морального, ни юридического права соседнему государству начинать войну. Если опять же, экономическая война у нас была еще и до Майдана. Да, была. И экономические войны это вообще стандартно. И вообще информационные войны, они по-моему не прекращаются. Они идут просто регулярно, каждый день, каждую секунду. И вот просто вопрос опять же к местным элитам. Они допустили, чтобы ситуация зашла до такого, чтобы на нашей территории выясняли отношения, где политические игроки. И мы уже объективно видим, особенно после пленок Порошенко Байдена, что там действительно у нас в Украине после Майдана было чисто внешнее управление. Потому что если можно купить должность генерального прокурора, это по сути центральная должность в Украине, она решает абсолютно все. Если контролировать генерального прокурора из-за границы, ни одно уголовное дело против какой-нибудь банды коррупционеров, оно просто даже не откроется. И вы это прекрасно знаете. Я не люблю термин внешнее управление, штамп пророссийских сил, точно так же, как не существует внешнего управления, точно так же, как не существует абсолютно независимых государств. Хорошо, нейтральное слово влияние. Не существует абсолютно независимых государств. Ну, таких в природе нету. Потому что уровень глобализации современного мира, он исключает это. Даже такое маленькое и богатое государство, как Ватикан, оно тоже зависит. Процент зависимости нас, Украины, как государства после Майдана значительно возрос. Причем возрос настолько, что из-за границы, по сути, контролировали генеральный прокурор. Я скажу честно, мне не очень импонировало содержание разговора. Я не был в восторге от того, что я услышал. Вместе с тем, у меня нет абсолютно никакой уверенности в том, что у предыдущих президентов не было таких же разговоров, только с другими президентами. Которые потом пришли к нам с войной. Или которые пришли к нам с реформами, которые нам нужно делать для того, чтобы у нас было все хорошо. Но почему-то, когда мы их делаем, становится только хуже. Продолжение следует...